Паразитик, паразитик, цикаво. А лекции разобрались. Добрый день, сегодня Дни науки и спасибо тем, кто сохранил терпение и в этот холодный день добрался сюда и есть терпение выслушать наши лекции. И сегодня я расскажу про паразитических перепончатых крылых насекомых, про паразитизм, про феномен паразитизма, типа паразитизма и все с этим связанное. Я старший сотрудник института зоологии Академии Новок Украины на улице Багдар-Хмельницкого, 15, там же где природовический музей находится. И сегодня мы познакомимся с объектами, которые не только вот они выглядят так, как в предыдущей лекции, в виде таких объектов, моделей. А вот познакомимся сегодня с фотографиями, с видео и с анализом ситуации, кто же такие паразиты, что такое феномен паразитизма. Я энтомолог, поэтому буду говорить сегодня о насекомых, паразитических перепончатых крылых насекомых. Вот насекомые, их очень много, более полутора миллиона видов считаются энтомологами на земле, и среди них паразитические перепончатые крылые, вот химиноптера. Они занимают 13%, довольно большой такой кусочек. Такие же крупные группы здесь жесткокрылые, жуки, двукрылые, мухи, чешуекрылые, бабочки, стрекозы, прямокрылые, кузнечики. Но перепончатые крылые для меня являются самыми интересными, потому что наш отдел изучает перепончатокрылых биологию, систематику, паразитизм перепончатокрылых насекомых. И вот кто такие перепончатокрылые? Это прежде всего, это пилищики, наездники, осы, пчелы, муравьи. И паразитические как раз осы, наездники. Вы все знаете ос, знаете пчел, а вот наездников мало кто знает, потому что они очень маленькие. И мы поэтому их сегодня покажем, посмотрим. Они маленькие и удаленькие, потому что они размером от 3 мм до 0,2 мм. И они паразитические, многие из них. И конечно же некоторые такие, вот как мухи, например, им удается паразитировать в муравьях. Вот с левой стороны муха ликвидировала голову огненного муравья. А с правой стороны вот то, что приходит прежде всего на ум, это чужой, говоря о паразитизме. Что кто-то завелся в ком-то, и это конечно же вот чужой. Чужой, ну это в таком арктистическом виде, в художественном. А этот чужой и эти чужие живут и сейчас на земле, только они маленькие. Иногда они очень незаметные, иногда незаметные. Но их стоит приглядеться, их можно найти вот здесь. Даже на Замковой горе, пожалуйста, пойдете. Пойдете дальше на ботанический сад Рыжков. Вот здесь они есть, здесь же я их собирал в течение лета, многие годы. И вот часть из перепончатых крылок насекомых, они энтомофагии. Я дальше покажу трофические связи, пищевые связи. Энтомофагии, они питаются на насекомых. Они пожирают насекомых, они развиваются на них. На насекомых. Часть из них являются фитофахами, они питаются растениями. Вот я говорю о паразитах и паразитоидах. Говоря о насекомых, сейчас принято рассматривать их как паразитоидов. Потому что паразитоиды, они фактически, вот здесь написано английским, таким родным языком, что они обычно такое причиняют повреждение. Они убивают своего хозяина. Это тот объект, на котором они развиваются. Они развиваются обычно на одном этом всем каком-то организме всего лишь. И в дополнение, они также, паразитоиды, они не делают, вот вообще говоря, гнезд. Они не прячут свою добычу, как некоторые осы, например, хищные. А вот паразиты, есть еще паразиты, которых вы больше знаете. Временные паразиты, сосущие паразиты, черви паразиты, которые развиваются в человеке, в различных животных. А они вот, прежде всего, они обычно не причиняют смерти своего хозяина. Допустим, те же паразитические черви, они всего лишь подпитываются на хозяинах. Или москиты, временные паразиты, они питаются кровью, тоже не убивают своего хозяина. Они также развиваются, могут развиваться на нескольких особях. Мигрируют с одной особи на другой, имеют свой жизненный цикл сложный. И они могут иметь еще основного хозяина, дополнительного хозяина. Это паразиты. А мы будем говорить о насекомых, они паразитоиды. Вот их очень много, паразитических насекомых. Среди них вот внизу это химиоптера, перепончатокрылые наездники и осы. Есть и другие группы насекомых, которые тоже паразитические. А сейчас, чтобы не было скучным, сразу же посмотрим видео тех насекомых. И я буду говорить, что же там происходит. Потому что другую у меня будут показаны статические фотографии. А здесь мы сейчас посмотрим сразу видео и перейдем к тому, как выглядят паразитические перепончатокрылые насекомых и что же они делают. Вот здесь на первом видео, здесь, знаете, вот этот належник кальцидоидный термолин. Вот он чистится и сидит на группе яиц клопа, потому что он вывелся из этого клопа. Самка заражает эти яйца клопа. Она вкладывает яйцо внутрь вот этой кубышки. Это кубышка яйцо клопа. В котором молочная такая бемолинфа, которую поедает личинка этого наездника. А здесь вот большая такая длинная гусеница, на которой приклеились множество таких белых личинок, наездников, бараканит. Они эктопаразиты, наружные паразиты. Они высасывают личинку или вот гусеницу своего хозяина. А вот здесь они. А здесь другие личинки. Они вот с левой стороны черная, уже мумифицированная гусеница. Они вышли из нее, это наездника, тоже бараканида. И они окукливаются, плетут себе кокон из паутинистого выделения на свою головную часть. А вот здесь мы видим тоже личинку бабочки или гусеница бабочки. Из нее вылезает страшная личинка наездника, бараканида, потому что она ею питается. Очень часто эти наездники бывают или эктопаразиты, или энтопаразиты. Вот здесь сейчас, если он запустится, здесь не запустился я это видео. Там был самый маленький паразит, 0,2 мм. Одна четвертая часть артриса. А вот здесь мы видим большое такое, это тоже яйцо, клопа. А из него выходит, выгрызает дырочку наездник энцертизм, энцидоидный наездник, так называемый. Вот он обязательно уже превратился во взрослую стадию, и мага, и самка, и самец, выгрызает через стямень и выходит из своего содержимого вот этого бочонка, в котором может находиться несколько даже экземпляров этого наездника. А вот здесь мы видим гусеницу, на которой огромные такие коконы находятся наездников, бракани. Они выстроились целым рядом, потому что сначала они питались гемолимфой своего хозяина бабочки, а потом окуклились. И вот потом, когда окукливается уже личинка браканина, потом превращается из куколки бумагой, и браканит вылезает из вот этих коконов. Начинается потом поиск самцы и самки ищут друг друга, свариваются и снова заражают гусеницу. Вот гусеница еще даже живая, фактически они ее еще даже не убили. Она еще может сохранить какие-то жизненные силы. Паразитоиды не всегда, как это говорится, убиваются у его хозяина. Но обычно убивают. Ну вот здесь вот это браканины вылезают, они сразу же быстренько разбегаются, потому что главная задача, чтобы их никто не съел другой. И уже наездники не съедят, но есть много хищников, которые просто их могут сожрать. А вот здесь очень красивые такие округлые яйца пауков. С верхней стороны видим паутинка такая, и такие вот очень скользкие, такие пронырливые, не пушистые наездники с целионидой. Очень с маленьким количеством щетиночек они вылезают и протискиваются спокойно между паутинками, с тем, чтобы опять-таки найти где-то вот такую паутину и приспокойненько пролезть внутрь и заразить. А паучиха уже ничего не может сделать. Такая уже судьба. Потому что такие маленькие наездники тихонечко прокрались и заразили яйца пауков. И что это 90% яйца паука превратилась вот в таких забавных и интересных ос. Потому что на каждого хозяина есть свой паразит. А часто на паразита есть другой паразит. Потому что паразиты бывают первого порядка, второго порядка и даже третьего порядка. Настолько сложна эта природа паразитизма. Ну здесь мы видим, папа с мамой еще друг к другу здесь спариваются наездники. Вот здесь обязательно наездник выгрызает такое свое отверстие вылетное, вылетное, потому что он не может просто головой пробить эту. Он должен выехать с манибулами, а потом тихонечко посматривает и выходит. Опять-таки соответствует такому же циркадному ритму, как мы смотрели. Обычно утром, когда светло, все наездники вылетают из своих хозяев. А мы сейчас дальше продолжим теоретическую часть. Мы остановились, что вот много таких наездников, много других паразитических воду. А вот мы видим, что среди описанных видов паразитических довольно много. Очень много описано их неманулиных наездников, описано кальцидуальных наездников. А многие другие практически даже мало описаны, потому что они очень мелкие. Очень мелкие, начиная с двух миллиметров и меньше. А вот есть такие хозяева, на которых китаются эти наездники. Больше всего отмечены среди двух крылок, среди чешуек крылок. И в том числе они же нападают также и снова на перекончатые крылок. На жуков от калиоптера, на равнокрылых, на трицеп и на, видите, здесь порядка 15 других отрядов насекомых. А вот перекончатые крылы, их тоже это такие. Вот если взять перекончатые крылы, то вот такие группы надсеместных, их довольно-таки много, больше 15 надсеместных, которые включаются в группу паразитических перекончатых крылок. Вот специально здесь поставил такую латинскую треву, которая просчитывается, в том числе по ДНК, кусочкам ДНК. Они выстраиваются к тому же кому родственникам. Вот видим, здесь более 20 групп практически перекончатых крылок, которые имеют самую разнообразную биологию. Вот здесь, например, особенностями этой биологии. Это может быть полиэмбриония. Полиэмбриония, когда самка откладывает одно яйцо в своего хозяина, например, в гусеницу, и неожиданно начинает потом делиться, делиться и развивается множество, и 100 личинок из одного яйца, отложенного из самки. Те люди такие, когда откладывает самка одно яйцо, из неоплодотворенного яйца развивается самка. Или арены такие, когда из неоплодотворенного яйца развивается самец, да и тоже такие, развиваются и самцы, и самки из неоплодотворенных яиц. И очень часто присутствуют явления симбиоза с различными микроорганизмами, бальбачьей и даже вирусами, потому что тем самым образуется определенная экологическая среда внутри своего, этого хозяина, которого поедает наездник. А вот здесь мы видим типы развития, это может быть и прямой паразитизм, может быть клептопаразитизм, когда забирается еда, чья-то чужая, например, у некоторых паразитических пчел забирается, у обычных пчел еда. Могут быть инквилины, инквилины, когда проникает насекомое в место видания другого насекомого, убивает эту личинку и потом начинает питаться в том месте видания, например, в каком-то гале, внутри растения. Может также быть, кроме того, что на насекомых, могут быть энтомофаи, эзотические перепончатые крыла питаются даже на нематодах. Вот некоторые эволофиры, они фактически хищничают на нематодах, они их высасывают. Или они также высасывают в какой-то галообразу, в общем-то, в каком-то вздутии на клещах, тоже наездники эволофиры. А часть из них являются просто фитопарами, питаются семенами или листочками. Вот типы паразитизма самые разнообразные, начиная с первых различных стадий развития насекомых. Это яйцо, личинка, куколка и мага, все они поражаются, но каждая имеет свои особенности, могут заражаться просто яйца надо будет, яйцевой паразитизм, может быть, яйца личиночные, когда заражается яйцо, развивается в личинке. Вот здесь вот вторая картинка, здесь огромный такой, ну, маленький все равно, один миллиметр наездник, он заражает маленькое яйцо бабочки. А он там не поместится внутри этого яйца, потому что он в два раза больше. Оказывается, это яйцо переживает жизнь внутри этого яйца, когда вылупляется личинка, только начинает в личинке развиваться личинка этого наездника. А вот ниже, третий, здесь уже заражает просто гусеницу браконит, личиночный паразитизм. Ниже будет куколочный, когда заражает куколку, и яйца куколочные, когда заражается яйцо, а развивается аж только в куколке. А вот внизу прямо наездник браконит, нападает на бужью коровку, да и все, долго думать не надо. Вот здесь начинают как раз с личиночного, с яйцевого паразитизма различные наездники, гальцидоидные. Вот они заражают яйца различных других насекомых. С правой стороны вот клопов, посередине это жуков, с левой стороны тоже жуков. А внизу бабочек, а вот здесь бакомола. Вот наездник с очень длинным яйцекладом, ему нужно просверлить кладку бакомола, которая очень твердая. Вот здесь наездник есть трихограмматик, например, чисто яйцевые паразиты. Один только вид известен, личиночный паразит. А все остальные заражают различные отряды насекомых. Это и трицы, и стрекозы, и кузнечики, и жуки, и чешуи крыла, и клопы, и мухи. И снова перекончатые крыла. Вот всех их заражают наездники трихограмматидой, которых я, кстати, изучаю. А вот здесь вот как раз с яйца бабочек, вот они разные, светленькие, не зараженные с левой стороны. Потом они начнут, ну, второй фотографией заражают наездник, и они темнеют, внутри появляется личинка паразита. А потом просто наездники вылетают, и вот остается с правой стороны вот куколка вскрытая просто, поскольку оттемнеют яйца. А вот здесь вот они нападают на различные группы яиц, на различных бабочек. Это здесь и совки, и пядерицы, и парусники, и бражники различных размеров, величины. И в одном яйце он может развиваться до 40 экземпляров вот такого маленького наездника, который всего лишь 0,5 мм, полмиллиметра. Вот опять-таки вот этот наездник, видите, который в два раза больше яйца бабочки, он заражает, а личинка будет развиваться в личинке уже бабочки. А вот с правой стороны наездник заражает яйцо жука, его личинка будет развиваться в личинке жука. А вот этот интересный наездник, такой достаточно крупный, около 7 мм, он вот наверху вот там изогнулся, он заражает маленькие яйца мушек, мушек львина, которые живут около болот, а развивается личинка только в куколке, когда она вырастает уже размером около сантиметра, потому что и наездник около сантиметра. Она потихонечку, личинка развивается в личинке, потом превращается в куколку внутри пупаря, и из нее только вылупляется наездник такой, довольно крупный. Вот здесь тоже самые разнообразные наездники, мы видим здесь они, вот с правой стороны, например, наездник, который забуряется специально вот в такую пыль, потому что он ищет личинку муравьиного львака, вооруженная огромными жвалами, тем не менее, ему это нипочем. Он схватывает эту личинку, зажвалы, обездвиживает и тихонечко голову парализует эту личинку и откладывает яйцо. Например, с левой стороны, вот там и замкнулся наездник, который изгинает брыжко, вынимает яйцы гладь и сверлит очень обязательно ту твердейшую древесину, потому что им нужно заразить личинку под корой дерева, личинку жука караеда. Некоторые наездники откладывают яйца в листики, потому что они галообразующие, вот по центру буквы Е, это галообразующий наездник, он откладывает яйцо в лист растения, образуется гал в сдутии. А с правой стороны здесь множество таких мушек сидят, это наездники, которые поедают куколку термолиды, 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 куколку бабочки. А вот здесь вот целая веселая команда, которая развивается на гусеницах эктопаразиты. Особенно в центре вот эта фотография из американского журнала, здесь развилось, наверное, где-то больше 200 экземпляров наездников. Эвлафир, соживавший гусеницу, вот такой вот вражника желтого, полностью вырезший наружу. Некоторые наездники нападают на имага, это имагинальный паразит, а вот с правой стороны есть такой маленький короед, который поражает, например, у нас в ботсаду сосны. Но на этого короеда нападает вот наездник тоже размером всего лишь 2 миллиметра, там их обе, который заражает взрослого жука короеда. А вот по центру, например, повернулся своим яйцекладом к тле наездник Афилинос. Он обязательно должен развернуться, достать яйцеклад, такой шилок, по которому откладывается яйцо у хозяина, и уколоть тлю и отложить в нее яйцо. Вот здесь есть два таких типа паразитизма, когда отмечается, что есть идиобионты, икоинобионты, потому что идиобионты, они хозяина обездвиживают, они его парализуют, например, обязательно, и вот эвлофиды парализуют гусеницу, которая становится спокойной и лежит. Тогда наездник может подойти и уже спокойно отложить внутрь ее яйцо. А коиныобионты, они обязательно хозяин после этого остается живым. Он, может быть, даже частично парализуется, но потом оживляется и начинает продолжать свое развитие и питание, питается. А практически он удивнет только от того, что личинки паразитоида развиваются на нем и поедают его или изнутри, или вот снаружи. А вот если заразилась куколка, например, вот наверху куколка, вот это идиобионты. Уже куколка, она целиком, она уже не меняется, никуда не ходит. Она ждет только, чтобы ее мясо съел какой-то наездник. Идиобионты. А вот здесь мы видим, как развиваются личинки наездников эвлофид. Вот они сначала с левой стороны такие маленькие, только вылупляющиеся из яйца личинки первого возраста. Вот так они потом надуваются, увеличиваются в размеры на гусеницы совки. А потом они начинают, у них удлиняется передняя часть тела, и они тихонечко начинают плести себе такой кокон для защиты от внешних условий и от хищников. Вот здесь, например, они тоже, как личинки, себя ведут. Сначала вот отложила самка наездника эвплектурусы на гусеницу, причем поближе к голове, чтобы гусеница не счистила эти яйца, отложенные на тело, потому что она изгинает.